Встреча с родительским активом начинается на школьном дворе. Педагоги, мамы и папы учащихся восьмой школы вместе с рабочей группой администрации осматривают фасад здания. Возраст образовательного учреждения почти 72 года. И такие элементы, как кровля, фасад, ступени, пусть и не с лицевой стороны, но обновить надо. Последний раз ремонт проводили больше 10 лет назад. – Спитальный ремонт. – В 2011 году. – В 2011 году. – В 2011 году. – Ну, в 2011 году уже, в принципе, да. – Да, конечно. – Уже 12 лет прошло, да? – 12 лет, Юлия Олеговна, да. – А течет внутри вот из крови? – Да. – Кабинеты занимают. – Юлия Олеговна, кровля не ремонтировалась. – Не ремонтировалась тогда кровля, да? – Кровля ремонтировалась в 2000 году. – В 2000 году. Последствия протечки крыши хорошо видны не только снаружи, но и внутри. Вот, к примеру, спортивный зал. С обеих сторон потеки. Потолок сухой, потому что регулярно чистят кровлю, а вот от дождя спастись сложнее. Но занятия по физической культуре зимой, как правило, проходят в обычном режиме. Неизменно вот уже 34 года приобщает к спорту подрастающее поколение Михаил Рашидович Латфулин. – Ученики приходят к вам? – Да, приходят эти. Уже бабушки, которые… – А учителя физкультуры кто их представил? – Да, много, много, много. – Моя ученика в этой школе, где я ребенок доволел, она тоже – это моя ученика. Преемственность поколений для восьмой школы – дело привычное. Многие из этих родителей сами окончили эту школу. А сейчас здесь учатся их дети. – Хочется так же, как вот дома у нас все хорошо, поэтому хочется, чтобы и в школе ребенок приходил сюда, и тут не было никаких недостатков, да, вот, я не говорю по педагогическому составу, я говорю именно по внешнему облику, да, то есть здание. – Важно, чтобы учились дети. В какой школе? – Восьмой. – В восьмой. В нашей, в домашней школе. Я к этой школе раньше отношения не имела, живу в мытищах, проезжала всегда мимо. Как она привлекала мой взгляд. И когда у меня родилась дочь, у меня не было ни малейшего сомнения, что она пойдет именно в эту школу. Эту школу окончил и замглавы администрации Иван Яськив. Вот его первая учительница – Майя Митрофановна Сверидова. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – И покувания, да. – Ну, Васильевич. – Ну, да, Васильевич. – Васильевич, да. Просто папа Васильевич. – Василь Иванович, а Иван Васильевич. – Иван Васильевич, я все время их путала. – Ну, Василий Иванович, у Ивана Васильевича тоже есть. – Ну, сын. – Да. Я в курсе, но не в нашей школе. – Нет, не в нашей школе. – Ну, все, Ваня. – Все, родной. – Рада была тебя видеть. Вы для этого все собрались. В родной школе Иван Васильевич ближайшим летом будет часто. С приходом каникул начнется долгожданный ремонт. Комплексно подходим к вопросу. Включаем в этом году работы по восстановлению кровельного покрытия, по восстановлению обрешетки. Обязательно восстановим полностью фасад. Также сегодня вы видели, что глава прошла, дала дополнительные поручения в части спортивного зала, потому что действительно есть необходимость по локальному ремонту спортивного зала. А также мы обратим внимание на входные группы у данного образовательного учреждения. Все работы в этом месяце мы осметим и у нас задача, соответственно, до 1 сентября оперативно и качественно все выполнить. Обещали держать руку на пульсе и родители. Они готовы не только следить за ходом работ, но и, если нужно, предлагать свои идеи для улучшения школы.